Восхождение, 1105 номер. Я долго думал, не решался, писать ли на тему освобождения Геват Шалита, тем более, что все люди вокруг меня, они повторяют одну и ту же мысль, достаточно простую и, на мой взгляд, туповато. Они говорят, что да, с одной стороны, с другой стороны тоже и так далее. Короче говоря, мнения разделились и мнения продолжают быть разделенными. Даже внутри одного человека есть за и против, и не так-то просто ему равновесить, так сказать, одно и другое. Нужно ли было освобождать еврейского солдата, отдав за него свыше тысячи палестинских гадов, которые там, среди них есть люди, которые совершили очень тяжелые преступления против евреев. Я думал не писать на эту тему, но в конце концов обстоятельства мысли подтолкнули все-таки это сделать. И мне помогла метафора, которую я сам придумал. Звучит она так. Сама статья называется «Цена человека». Предположим, что хищники из зоопарка захватили в заложники одного из посетителей. Они согласны его отпустить, если в их мрачные вольеры переведут тысячу крокодилов, тигров, волков и змеев горынычей. Если опасные твари на побережье Газа не водились, тогда есть повод для сомнений. Но вся система образования этого миллионного анклава заточена под дрессировку будущих убийц, детей в детских садах. Там учатся мазать руки красной краской, показывая, как они будут в свое время, когда подрастут и станут большими умными, проливать еврейскую кровь. Называть это бред религиозным воспитанием, по-моему, ошибка. Что же, народ Газа показал всему миру, как высоко мы евреи ценим своих братьев. Но следуя привычке любое поражение объявлять победой, злодеи сделали вывод, что еврейский народ прогнулся, говоря на современном сленге, перед ними. Теперь пора поддать пару, начав обстрелы из российских градов в юг святой земли. Вновь завели сирены, засвистели осколки и сранены, один человек убит. Я не в газету не вошел, но нечто подобное произошло у нас в Рамоте, в том месте, в пригороде Иерусалим, откуда мы ведем наш рассказ. Некий студент, живущий неподалеку в арабской деревне, он зашел в Рамот Шеш, я живу в Рамот Арба, Рамот 4, он зашел в близкий Рамот отсюда, с ножом напал на людей. Ему удалось серьезно разнять одного молодого человека. Мотивы. Он понял гениальный мысль, что поскольку евреи обменяли одного солдата на тысячу палестинцев, значит, наши взяла, значит, мы побеждаем, значит, еще один, так сказать, удар и победа за нами. Как такого человека приняли в институт, это хороший вопрос, но это, в общем, высвечивает весь порядок мышления этих людей, сравнение с зоопарком, оно вполне легитимно, на мой взгляд. Речь идет не о том, что евреи прогнулись, а речь идет о том, что один еврей стоит тысячу арабов, а на самом деле больше. Но они так решили, так они сами оценили себя, насколько, так сказать, малы они, поэтому они позволяют себе ничтожные поступки, которые, тем не менее, для нас весьма тяжелые. Один человек убитый, один человек раненый, это достаточно серьезно. И вывод, который делает эта статья, он переходит, так сказать, с разговора о палестинце, евреи, евреи и палестинце, переходит на тему, вроде бы, как теоретическую. В Талмуде есть семь заповедей сыновей Ноха, которые обязательно для всех жителей земли, и Хаббат, по, так сказать, настойчивому требованию любавическому рейду, он сейчас эти заповеди старается как можно больше распространять. Обычно, если речь идет о семи заповедях, то там действует еврейское правило, что нужно, прежде чем судить человека за совершенное преступление, нужно его предупредить, что вот это нельзя, это, так сказать, запрещено и так далее. Но это не относится, есть одно из случаев, это убийство. Любой человек знает, что убивать нельзя. И поэтому, если по всем средствам массовой информации будут прокричать, что нет, что это убийца, что это не борец за свободу, что это люди, которые совершают поступки противные всему, так сказать, ходу человеческой жизни, и семи заповедям в том числе, то это повлияет на всех, на все общественное мнение и на рабов тоже. Продолжение следует...